Добрый вечер, дорогие друзья! Пока на одних каналах спорят на остросоциальные темы, а на других ждут результаты ДНК-тестов, на национальном телевидении Чуваши выходит молодежная программа «День студента». В раф, в котором мы рассказываем про любимый Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. И с вами сегодня ведущие программы Дмитрий Данилов и Диана Тарасова. Дим, тебе не кажется, что жарковато сегодня? Да, сегодня у нас очень жарко и горячо, потому что у нас в гостях студенты физико-математического факультета по профилю пожарной безопасности Ксения Сдобнова и Рисков Алексей. Привет, ребят! Привет! Как дела у вас, как настроение? Все отлично. Да, замечательно. Здорово, я считаю. Это прекрасно. Вы следите за новостями? Вы подписаны на какие-то новостные паблики? Вконтакте, Инстаграм? Да, конечно. Конечно. В официальной группе Вконтакте. Да, студлайн там, ССК и все прочее. Также в Инстаграме много чего выкладывают. Я думаю, это круто, что ребята подписаны, и они в курсе, что произошло в нашем университете за последние 7 дней. И у нас есть доказательства. Давайте посмотрим, что произошло вместе с гостями. Смотрим. С 21 по 24 ноября на базе Чеченского государственного педагогического университета прошел второй Всероссийский педагогический хакатон «Учителя будущего». В составе команды нашего университета участниками хакатона стали студенты 4-го курса факультета истории, управления и права и факультета художественного и музыкального образования. 29 ноября в актовом зале главного корпуса педагогического университета состоялся второй республиканский фестиваль инклюзивных практик «Солнечная инклюзия». Цель фестиваля – создание доброжелательной социальной среды и прочных дружеских связей вокруг детей с ограниченными возможностями. 30 ноября кафедра математики и физики ЧГПУ стала организатором площадки Всероссийского образовательно-развлекательного флешмоба по математике «Месс-кэт-2019». Всего в акции приняли участие 200 человек. 28 ноября на факультете Чувашской и Русской филологии нашего университета состоялся культурологический фестиваль «Парад культур», организаторами которого выступила кафедра литературы и культурологии. Участники по своему усмотрению в форме театральных постановок, зарисовок, этюдов, перформансов представили на суд жюри выбранную ими культуру или субкультуру. 29 ноября завершили соревнования первенства ЧГПУ имени Яковлева по масс-рестлингу, участниками которых стали 44 представителя факультетов вуза. Далее перейдем к итогам спортивной недели в педагогическом. 28 ноября в спортивном зале главного учебного корпуса состоялся финал факультетского спортивного праздника «Если хочешь быть здоров». В этот же день состоялся межфакультетский конкурс групп поддержки «Все за одного». Команды факультетов представили насыщенную сложными танцевальными и акробатическими элементами программу. Классные новости, я считаю, у нас вузи произошли. Да, классные новости. Так, давай вернемся к нашим гостям. Ребята, вы учитесь по направлению пожарная безопасность, как мы узнали. И нам бы хотелось узнать немножко поподробнее о вашей специальности. Давай, Ксения, начнем с тебя. Давайте. Что тебя сподвигло выбрать именно это направление? Тебе было страшно? Ну, сложилось так несколько факторов, скажем так. То, что я выбрала именно эту специальность. Во-первых, это черта характера такая. Немножко занудства такого в хорошем смысле. У меня должно быть все по правилам, все четко. И, естественно, это помощь людям. Ну так, хорошо. Насчет страха. Страха при поступлении как такового я не испытывала. Я почему-то была уверена, что я пройду и поступлю. Это прекрасно. Да. Алексей, ты у нас первокурсник. Расскажи, как ты принял решение обучаться по данному направлению? Что тебя сподвигло? Ну, вообще, я еще учащийся в школе, решил то, что пойду именно по этой специальности. Ну, потому что эта специальность такая вдохновляющая. Ты понимаешь то, что ты будешь делать добро людям. То есть, помогать им в каких-либо ситуациях. Именно поэтому я и решил принять такое решение. А в ЧГПУ я поступил после того, как закончил средне-специально, а также по пожарной безопасности. И, защищая диплом, меня пригласили. Я почитал отзывы и с радостью согласился на это. Так, Ксения, а ты у нас третий курс. Да. У тебя была уже практика. Можешь рассказать, где она была, как прошло все? Были ли сложности? Практика проходила в пожарно-спасательной части. Лично я проходила ее в шестой пожарно-спасательной части на Николаево. Вообще, практика – это очень интересная вещь. У нас была учебная практика. То есть, мы посмотрели, в принципе, как работает вся система, как пожарные собираются на пожар, какая техника стоит, из чего состоит пожарно-спасательная часть. И вообще, было интересно. Все отвечали на наши вопросы. Не было такого, что вот пришли студенты, лучше пускай они там отдельно сидят, а мы будем делать свои дела. Нет. Можно было подойти к любому человеку, и он ответил бы на интересующие тебя вопросы. Это хорошо. Это очень приятно, когда понимаешь, что люди работают. Да, не у всех факультетов так, ну, как-то интересная практика проходит, и они рассказывают с таким интересом. Вот, Алексей, у нас есть такая информация, что осенью проходили соревнования по пожарно-прикладному спорту. И ты там принимал участие, это верно? Да, да. И вы заняли первое место, обыграв четвертый курс вашего факультета. И можешь рассказать, как вам это удалось? Какие были испытания, и что тебе запомнилось больше всего? Ну, выиграли мы, потому что отнеслись к этому, мне кажется, более ответственно. Хоть мы и первый курс более собрано. То есть работали полностью в команде. А то, что обыграли четвертый курс, это, в принципе, мне кажется, просто повезло. Потому что четвертый курс, они действовали так же слаженно, но у них была небольшая заминка по техническим причинам. Именно поэтому я так считаю. А вы после соревнований пересекались с четвертым курсом? Как-то остались какие-то дружеские отношения у вас? Ну, конечно, мы общались, то есть обсуждали, у кого какие были проблемы, что было сделано правильно, что было сделано неправильно. Конечно, они делятся с нами своим опытом, и мы это учитываем на будущее. Да, Ксения. Доводился я тебе тушить пожар? По-моему, каждому человеку доводил жизнь тушить пожар. Да, и Алексей, ты тоже можешь ответить после. Нет, мне не доводилось тушить пожар. Ну и слава богу, если честно. Да, прекрасно. Ну, один раз я присутствовала, так скажем, на пожаре, я видела, как распространяется огонь. Это было очень страшно, хорошо, что его быстро потушили, но самой мне не доводилось. А тебе, Алексей? Ну, пока я учился, да, я вот так же проходил практику, и мы выезжали на пожары. Я тогда проходил практику в 11-й пожарной части, и у нас были вызовы, ну, так называемые, на траву. Получается, это когда горят поля. И да, действительно, пожары – это очень страшно, и то есть нет хуже, ну, как говорится, огонь хуже вора. Вор все не унесет, а огонь унесет все. Ну, главное – обезопасить себя в этой ситуации. Ну, естественно, это надо соблюдать правила пожарной безопасности и учить детей с ранних лет этому. Да, учим с ранних лет детей пожарной безопасности. Это очень важно. Давайте немножко окунемся в студенческую жизнь нашего университета. Ксения, мы знаем, что ты активистка, активно принимаешь участие во всех мероприятиях нашего университета. И как тебе это удается – совмещать учебу и творческую деятельность? На самом деле, очень просто. Просто у меня есть бешеное желание делать то, что мне нравится. И мне нравится актив, и поэтому я всегда планирую свой день. И после учебы всегда иду заниматься любимым активом. Ничего сложного на самом деле нет. Главное – желание. А какие ты можешь дать советы первокурсникам? Вот, например, Лёше, Диме. Он тоже первокурсник, чтобы активно принимали участие, все успевали. Ну, стремиться. Главное – планировать свой день и заниматься тем, чем хочется. Вот. А теперь вопрос к Алексею. Чем ты занимаешься в свободное время? В свободное время? Ну, вообще у меня много увлечений. То есть, это игра зимой, это игра в хоккей, летом, посещение каких-либо мероприятий. Много всего интересного. Также я увлекаюсь охотой, много времени уходит туда. То есть, как мы поняли, ты за здоровый образ жизни, Алексей? Ну, естественно. Мне кажется, на кафедре пожарной безопасности все за здоровый образ жизни. Да, по-другому и не может быть. Да, и я считаю, это очень здорово. И, кстати, ребят, вы были. Недавно прошел у нас в университете конкурс «Если хочешь быть здоров». Там участвовали ребят в факультете. Да, да, конечно, я там участвовал. Да, ничего себе. Здорово. И давайте тогда вспомним, как проходил этот конкурс. Кто выиграл там? Интрига? Я называю это «Лайв». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас были кадры, как из какого-то голливудского фильма, я считаю Наши монтажеры, молодцы Ребят, к вам вот вопрос такой Приходилось ли общаться вам с настоящими пожарными? И делились ли они с вами историями своих подвигов, возможно, каких-то ситуаций? Да, конечно Конечно, делились Когда ты проходишь учебную практику в пожарной части Там одни пожарные, естественно, они делятся своими историями В основном это переживания, конечно Вообще, каждый пожар – это переживание Вот ты сидишь в этой пожарной части вместе с пожарными И раздается сигнал тревоги Они начинают собираться и всегда замирает сердце Я разговаривала с пожарными по этому поводу У них точно такие же ощущения Они же такие же люди, как и мы Они всегда переживают, когда выезжают на пожар А вот недавно встретила пожарного из части Которая проходила практику Он со сломанной рукой Получается, на пожаре сломал руку и теперь на больничном Будем надеяться, его рука быстро заберет Да, и он поправится Конечно, они делятся многим опытом Рассказывают, какие ситуации возникают И как на эти ситуации вообще реагировать Это дает большой опыт Когда человек с опытом рассказывает тебе, как ты себя должен вести Это все надо запоминать и уметь применять это на практике Была ли какая-то история, которая тебя как-то поразила? Может даже... Поразила? Да, может ты слышала о какой-то ситуации Может по новостям, что ты такой ого Я горжусь тем, что я учусь на этом направлении Ну, вообще я всегда горжусь тем, что я учусь именно по этому направлению Но, знаете, любая ситуация на пожаре воспринимается все равно близко к сердцу Потому что ты понимаешь то, что в будущем тебе надо будет с этим справляться и бороться Вот так вот Может вернемся к жизни института Это очень важная тема Вот ты, Алексей, у нас первокурсник Что в твоем понимании... Ну, вот как происходит жизнь на факультете физмата? Очень насыщенно То есть много мероприятий Много интересных образовательных мероприятий В общем-то времени скучать вообще нет Это классно на самом деле И мы сейчас вам тоже скучать не дадим И мы проведем сейчас с вами интерактив Он будет очень интересный Мы с ребятами из нашего медиа-центра Походили по университету и позадавали вопросы Связанные вот с пожаром, с ситуациями И получили довольно интересные ответы Да, и сейчас ваша задача будет предположить Там будет вопрос и четыре варианта ответа Какой из четырех вариантов ответа наиболее популярный? Ну, какой вариант более популярен в выборе студентов? Итак, поехали Первый вопрос У вас во время приготовления пищи на сковороде загорелся жир Что делать? Вариант первый Закинуть картошку Вариант второй Потушить курсачом Вариант третий Отключить плиту Закрыть крышку Снять с огня сковородку И вариант четвертый Включить тик-ток Это мне нравится больше Нет, ну все равно думаю, студенты на этот вопрос ответили правильно То есть закрыть крышкой и выключить Выключить, закрыть крышкой Думаю, не настолько глупо, что включать тик-ток Ну, не то что глупо, наши студенты креативные люди И, возможно, они бы просто выбирали какой-нибудь креативный вариант ответа Странный Снег Или начну кататься по полу И четвертый вариант Попробую снять одежду Мне кажется, они выбрали четвертый вариант Снять одежду Снять одежду Слушать бузову не вариант Это правильный ответ Да А еще можете как-то добавить Вот, например, допустим Вот представьте Вот по-настоящему загорелась одежда Что человек должен делать? Ну, пошагово Прежде всего попытаться снять одежду Если этого не получается, то Накрыться Либо лечь на пол И покататься Попробовать потушить пожар самостоятельно Но если одежда уже вспыхнула Да И, ну, загорелась полностью То ни в коем случае не надо сдирать ее вот так вот в себя Потому что соберется просто кожа Надо снимать одежду И делать это не в паническом состоянии Надо держать себя под контролем Здорово то, что мы сочетаем Вот и интерактив, и какие-то познавательные факты Давай третий вопрос сочетай Третий вопрос Телевизор задумился Что делать? Первое А Обесточить телевизор Второй вариант ответа Протирать влажными салфетками Третий Выбросить в окно И четвертый Включить прожарку на ТНТ-4 Ну, наверное, все-таки ответить на отключить питание Я тоже надеюсь на это Да Я бы еще ответила включить телеканал «Дождь» Типа, чтобы он Как вариант Мы нашли креативную очередь Отключили питание и выбросили в окно Уроки КВНа не прошли зря Так, четвертый вопрос Фотка с мальчиком Да Первый вариант ответа Сейчас мы ее достанем Подожди, они должны увидеть ее Вот такая вот необычная фотография Фотка с мальчиком Первый вариант ответа Когда за спиной горят долги Второй вариант ответа Крылатые качели летят, летят, летят Третий вариант ответа Когда горит школа И тебе не надо завтра на уроке Четвертый вариант ответа О, какие качельки свободны Как думаете, какой вариант Вы больше выбрали? Ну, парень креативит Когда горит школа И тебе не надо на уроке Да, я тоже так думаю Да, и это был популярный вариант ответа Между прочим, молодцы Так И давайте перейдем к последнему вопросу Какую песню вы точно слышали? Это строчки будут из песни Сентябрь горит Горят костры рябин И впереди сверкал пламенный свет Эй, Макса Коржа И если есть порох, дай огня Вот так Если есть порох, дай огня Да, мне кажется, соя Очень хорошая песня Мне тоже она очень нравится Это самый популярный ответ, наверное Да Вот Какой из вопросов вам больше понравился? Про парнишек с качелями? Это просто дикое спокойствие Всем у такого спокойствия, да? Он держит все под своим контролем Ребят, мы вот еще бы хотели немного вас поспрашивать Предстоит Новый год, во-первых И будете ли вы запускать фейерверки, хлопушки? Ну, бывают ситуации, когда люди неумело пользуются этим И можете ли вы как-то сказать, как это нужно правильно делать? И мы ждем советов от экспертов, как говорится Да Ну, на Новый год все будут запускать фейерверки Но это надо делать в специально отведенных местах Да, на открытых местностях Да, конечно Ждение деревьев, зданий И никаких жилых построек Это очень важно И главное, сильные пары ветра тоже надо учитывать Поставить так, чтобы не упал фейерверк, да Ни в какую сторону не закосился В основном это просто соблюдение техники безопасности Да, да, конечно Просто быть аккуратными Но в любом случае все будут запускать фейерверки Конечно Это же Новый год А вообще, вы как планируете отмечать Новый год? Вот у вас есть уже новогоднее настроение? У нас в Чебоксарах улицы уже украшены Во всю идет подготовка Ну, я надеюсь, у всех есть новогоднее настроение и планы И я думаю, многие приведут его в кругу семьи Да А в дальнейшем уже и с друзьями запускать фейерверки Самое главное – запасность Вначале семьей, а потом уже пойти погулять, да Ну да И что вы можете пожелать сейчас нашим зрителям? Чтобы они поосторожнее обращались с огнем И вообще, какие-то советы можете дать? Ну, конечно, мы можем посоветовать только одно Соблюдать технику пожарной безопасности Обращаться аккуратнее с огнем, с электроприборами И при необходимости звонить 01 Совершенно Или 112 Вот, ребят, с вами было очень интересно побеседовать Спасибо Ну, дали много много Мы с Димой вот особенно Спасибо, что вы пришли к нам Есть ли у вас какие-то вот люди, которым вы привет хотели передать сейчас? Вот, может, с университета было такое бывает? Всем привет тем, кто сейчас Репетирует Репетирует День Дружбы Народов Я к вам скоро приду А вы сами будете участвовать в День Дружбы Народов? Да Я больше в спортивных мероприятиях Это очень масштабное мероприятие, да? Да, конечно, очень масштабное, очень красивое мероприятие Советую всем прийти Да, кстати, давайте пригласим на День Дружбы Народов Которое состоится 9 декабря В ДК Чигу В ДК Уксай В ДК Уксай, извините, пожалуйста, мне неправильную информацию подсунули Вот, всех ждем Будет очень грандиозно Весело Да, все наши факультеты покажут разные народы Так что всех ждем Вот, ребят, спасибо еще раз Спасибо вам за приглашение Спасибо вам за приглашение Мы, к сожалению, заканчиваем наш эфир Ждите нас на следующей неделе Также в среду в 16.05 Всех целуем, обнимаем Пока С наступающим С наступающим проектом Пока Субтитры создавал DimaTorzok